Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова уделить несколько минут вашего времени, чтобы оценить фундаментальную ситуацию, да и общий новостной фон, который сложился в рамках прошлой торговой сессии, и попытаться спрогнозировать, каким образом через последствия информационного резонанса мы сможем наблюдать реакцию этого фона на те активы, которые подпадают в нашу основную каждодневную спекулятивную деятельность. Напоминаю то, что все брифинги вам традиционно доступны на нашем официальном канале на YouTube, подписывайтесь на него и, разумеется, оставляйте лайки. Ну как без этого? Ну а теперь давайте переходить к нашему привычному сценарию. Начнем мы традиционно с динамики, которую показывает бренд, в частности, закрытие вчерашней торговой сессии 50-52. Сейчас актив немного скорректировался 50-45, но в целом мы видим то, что консолидация сохраняется в довольно узком диапазоне 50-50 с половиной долларов за баррель, и трейдеры, в прямом смысле, которые замерли, остановились на этих ценовых рубежах, не знают, как действовать дальше. Хочется, конечно же, быкам прокатиться и выше, но есть и понимание того, что для восходящего ралли должен быть соответствующий фундамент, дополнительный триггер, чтобы убедить трейдеров уверенно прокатиться выше. Этого фундамента и этого катализатора и триггера сейчас на рынке нет. В то же время медведи, которые ждут долгожданной коррекции, понимают то, что может быть сейчас при том, что новостной фонд из прочих факторов создает необходимое ускорение для коррекционной динамики, нужно дождаться только того, когда же все-таки этот новостной фонд будет дисконтирован стоимость бренда и, соответственно, позволит трейдерам дождаться той самой коррекционной динамики. Если говорить про вчерашнюю торговую сессию и каким образом можно было объяснить тот факт, что трейдеры все-таки удержались выше мощной психологической поддержки 50 и умудрились даже немного прибавить. Участники сходятся во мнении, что сейчас в качестве вот этого фундаментального позитива остаются два региона. Это Канада и Нигерия, где в первом случае еще недостаточная загрузка производственных мощностей. Ну, то есть после пожаров якобы добыча еще не вернулась к прежним уровням. Что касается Нигерии, то там из-за продолжающихся боестолкновений до сих пор мы наблюдаем периодический спад, который на текущий момент уже стал причиной того, что объемы производства снизились до минимальных уровней за последние несколько лет. Но если кто-то забыл, я напоминаю то, что Нигерию и Канаду мы с вами обсуждали еще месяц назад. И, насколько я помню, мы наблюдали, как этот новостной фон, эти два региона были дисконтированы в стоимости от нефти. И, собственно, уже тогда стали причиной позитивного тренда на рынке энергоресурсов и поспособствовали при прочих других факторах тому, чтобы бренд оказался рядом с уровнем 50 долларов за баррель. Но сейчас этот фон уже не актуален. В то же время, говоря про тот, опять же, макроэкономический фон и картину, который может сейчас оказать более, на мой взгляд, объективное и предсказуемое влияние на позиции и бренд, и WTI, это целая категория факторов, указывающих на то, что бренд реально может начать корректироваться прямо уже сейчас. Возможно, ключевым фактором такой потенциальной разгрузки могут выступить данные по количеству некоторых платформ. Мы вчера об этом с вами детально говорили. В целом, напоминаю то, что количество платформ за позапрошлую неделю выросло на 9 штук. Это серьезный прирост, который явно указывает на то, что пребывание бренда выше 50 позволило многим сланцевым производителям, но пока немногим хорошо, но все же вернуться в бизнес и начать, собственно, прежнюю выработку, которая некоторое время назад была свернута после того, как бренд ушел ниже 50, то есть оказался ниже вот этого ценового рубежа и уровня рентабельности. Сейчас у нас есть четкое понимание того, что мы реально, возможно, уже вошли в тот самый период, недель, когда у нас будет возможность констатировать отчеты Бейкер-Хаджеса по количеству платформ в качестве дополнительного фактора поддержки нашей коррекционной идеи. Потому что чем больше этих платформ станет в ближайшее время, тем, соответственно, у нас будет больше оснований поставить на то, что Соединенные Штаты Америки могут оказаться еще одним регионом, который будет только увеличивать предложения и повышать избыточность энергоресурсов в мировой экономике. Вы помните то, что США и снижение объемов производства там стало, возможно, одной из основных причин, по которой кто-то, ну, оптимисты, и быки стали поговаривать о возможности достижения баланса между спросом и предложением. Но текущая ситуация указывает на то, что Соединенные Штаты Америки могут очень быстро попорнить ряды тех океанов, которые увеличивают производство и, соответственно, поставляют дополнительные объемы предложений. Мы знаем то, что растут объемы выработки в Иране. Мы знаем то, что Саудовская Аравия сейчас в рамках осуществляющейся конкурентной борьбы с Ираном идет на многочисленные уступки для своих партнеров, в частности, последний дисконт для стран Европы, указывает на то, что и Саудовская Аравия по-прежнему борется за свою долю, пытается использовать все имеющиеся, в том числе и фискальные инструменты, чтобы увеличить рынок сбыта. И это говорит нам о том, что вот эта политика ближневосточного картеля по завоеванию новых рынков за счет увеличения производства и увеличения поставок, она сохраняет свою актуальность. И я вам вчера предложил такую параллель, что если у нас ожидание по росту объема производства США, значит, у нас позиция со стороны ОПЕК о том, что выработка должна увеличиваться, и мы уже готовимся к тому, что квота будет превышена больше, чем на 3 миллиона баррелей в сутки. В общем, это тот фундамент, с которым мы, честно говоря, начинали 2016 год, но о котором какое-то время назад трейдеры позабыли, но сейчас, я думаю, что эта тема снова актуальна, потому что каких-то серьезных значимых факторов, горизонтов для анализа новостного фона впереди нет, ключевые события уже все позади. Я думаю, что пора уже взвешивать все за и против и понимать, насколько реальна сейчас картина складывается на рынке энергоэссурсов. И эта реальность указывает на то, что прежняя проблема избычности, она еще не решена. Еще один момент, на который можно сделать ставку, ну или, по крайней мере, не стоит игнорировать, это потенциальный рост доллара. Сегодня, в частности, мы видим, как классическая валютная пара доллар-японская иена, где традиционно отыгрывают трейдеры американскую статистику, ну и спекуляции по поводу возможного изменения монетарной политики через повышение процентной ставки, снова набирают обороты. Уже оказалось выше 107 и реально претендует на то, чтобы пробить сопротивление 108. Это является следствием состоявшейся вчера конференции в Филадельфии Джанет Хилдин, председателя ФРС, которая ясно дала понять, ну хорошо, пусть не так уж и ясно, но все-таки между строк мы точно нашли то, что хотели получить, касательно того, что нет еще точных стопроцентных оснований отказываться от того, что ФРС не пойдет на повышение процентной ставки в июне. В комментарии Елен в целом носили жесткий подтекст, для нас это позитивный сигнал, указывающий на то, что доллар может продолжить расти. И если связать будущие цены и котировки американца с стоимостью товарного сырья, я думаю, что вы помните здесь параллель, чем дороже доллар, тем, соответственно, слабее стоимость активов сырья. В данном случае у нас сильный доллар может стать еще одним фактором для того, чтобы ослабить позиции бренда. И если уж мы в ближайшее время выйдем на столь ожидаемое повышение процентной ставки, тогда бренду и WTI придется неплохо уступить по, соответственно, ценовой динамике. Цель у нас остается прежней. Это снижение как минимум до поддержки 45. Я думаю, что сегодня у нас есть все шансы, чтобы добраться до более близкой поддержки 49. И надеюсь, что поможет нам в этом отчет по АПИ, запасам нефти США, который выйдет в 23.30 по московскому времени. Поздно, понимаю, но для трейдеров нефти все-таки это хорошая возможность обратить внимание на текущие тренды по запасам. И в случае роста вторую неделю подряд, я думаю, что трейдеры будут использовать это для того, чтобы разгрузить бренд и WTI. Цель 1, точнее 49 долларов за баррель. Российская валюта 65.43. Вчера вышел отчет по инфляции. Месячным выражением индикатор вырос на 0,4%, собственно, так же, как и в прошлый раз. Нормальная статистика, можно даже сказать хорошая, поскольку мы видим то, что инфляционное давление находится под контролем. Общий показатель инфляции около 7%. И, может быть, в перспективе ближайшего времени такие значения по индексу потребительских цен позволят Российскому банку, Центральному банку, вывести все-таки на столь доложданое решение по снижению ставки, поскольку этого требует уже рынок кредитования, поскольку 11% это по-прежнему та самая ставка рефинансирования, которая сдерживает операции кредитования и не дает в должном формате развиваться бизнес. Поскольку 11% все-таки тяжелое долговое бремя. Пойдет ли ЦБ на коррекцию ставки рефинансирования, это очень большой вопрос. Но если копать глубоко, я считаю, что вряд ли, поскольку нет еще четкого убеждения, в том числе и у российского монетарного руководства, в том, что рынок энергоресурсов выбрался из состояния дна и дальше будет только демонстрировать положительную динамику. Мы также об этом говорили с вами, то, что чтобы не допускать впоследствии коррекции ставки сначала снизить, а потом повышать, лучше всего сейчас сохранить нейтральность и смотреть за тем, как ситуация развивается на рынке энергоресурсов. 65.43. У нас по-прежнему уровень поддержки 65 является как раз тем самым рубежом, за который рубль вряд ли заберется. А что касается потенциала девальвации, то он не ограничен. Если бренд пойдет ниже, хотя бы в район 40.9, как я отметил, тогда российская валюта сможет оказаться выше 66.5 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американца. Евро открыла неделю коррекционным откатом. Это было, в принципе, вполне предсказуемо, учитывая то ралли, которое мы наблюдали в пятницу. И это ралли было спровоцировано крайне слабой американской валютой по факту выхода нон-фарм-перлса. В частности, дополнительное давление еще на евро, помимо вот этих ожиданий, слабого доллара, оказала еще и национальная статистика. Вчера вышел отчет по производственным заказам в Германии. Как и прогнозировалось, индикатор снова просел. Минус 2% в месячном выражении, минус 0,5% в годовом. Вывод напрашивается сам собой. Германия продолжает дисконтировать риски спад развивающихся площадок и в целом остается одним из уязвимых регионов, исходя из тех тенденций, которые складываются в рамках общего глобального мирового экономического роста. И эта картина уже длительное время не меняется. Я также допускаю то, что давление на евро было оказано простым осознанием трейдеров, что один единственный слабый отчет по американскому рынку труда он никак не нейтрализует тот самый позитивный фон, который мы накопили до этого и не может перевесить массу того макроэкономического позитива с точки зрения статистики, которую мы получили в последние несколько недель. И, собственно, которую серьезно разогнали шансы ФРС на повышение процентной ставки. Сегодня ключевым событием по рынку валютного блока и статистики стоит отметить ВВП, который будет опубликован через 2 часа 18 минут. Если есть возможность, последите, пожалуйста. В целом, я ожидаю то, что от статистика сегодня будет плохой, поскольку последние индикаторы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, показатель CPI, да и пятничные ироничные продажи явно указали нам на то, что с потребительской активностью по-прежнему серьезные проблемы. И без потребительской активности, совершенно логично, ВВП просто не может показать хороший результат. Тем более, что до этого мы видели, как Бундесбанк пересматривал прогнозы по экономическому росту Германии. ЕЦБ также корректировал ожидания как по инфляции, так и по ВВП в рамках всего валютного блока. Рейтинговое агентство также не видит позитива для стран ЕС. Ну и нам осталось только дождаться фактических цифр. И сегодня в 12.00 мы получим отчет по ВВП. И если наши предположения оправдаются, то есть если мы сегодня увидим слабую цифру, соответственно, на евро будет оказано дополнительное давление. И думаю, что еще больший пресс на европейский валютный риск могут оказать прежние, опять же, лидерские позиции доллара, если доллар все-таки сможет оклематься и начать, точнее, возобновить прежний растущий тренд в предвкушении повышения ставки в рамках июньского заседания. Далее идем. Фунт против американца. В рамках вчерашней торговой сессии мы видели, как фунт находился под давлением. Основные потери он понес на азиатской сессии, собственно, с открытия рынка, когда трейдеры получили возможность отыграть статистику по, точнее, даже не статистику, о результатах общественного опроса за прошлые выходные от Observer Opinion. Я вчера вам говорил про результаты опроса. В частности, 43% респондентов выступили за то, чтобы покинуть Англию ЕС и чуть меньше 40% за то, что Англии нужно оставаться в рамках Европейского интеграционного союза. Сегодня, если вы обратили внимание на динамику фунта с азиатской торговой сессией, мы, напротив, увидели серьезный рост, порядка 150 пунктов, сейчас идет коррекция, и, как вы прекрасно понимаете, без какой-то фундаментальной поддержки, ну, релизов макроэкономических точно не было, да и, в принципе, азиатская сессия была довольно спокойной на, соответственно, фон экономический. Причина этого ралли – новые результаты общественного мнения, в данном случае от Times-YouGov. В данном случае этому агентству кто-то отдает больше приоритет, и, согласно опросам этого агентства, 43% сейчас выступают за целесообразность сохранения членства в рамках ЕС и 42% за выход. То есть здесь уже большинство в другой стороне. В общем, эти качели будут продолжаться в буквальном смысле до референдума, который состоится 23 июня, то есть совсем скоро. На настроениях мы продолжим спекулировать, но в данном случае нам нужно поменьше позитива, потому что у нас есть с вами цель, и эта цель предполагает возможность снижения фунта против доллара до отметки 1,42. Я напоминаю то, что реакция фунта на результаты общественного опроса существенная, да и, в принципе, последние динамики как с открытия понедельника, так и сегодняшняя азиатская торговая сессия явно это подтверждает. И стоит только снова компаний, которые ратуют за все-таки автономию Англии оказаться более убедительной для потенциальных респондентов, так фунт окажется под давлением и, соответственно, сможет добраться до нашей поддержки 1,42. Доллар японская иена торгуется, как я уже отметил, выше 107. Все-таки, наверное, ключевая причина это осознание трейдеров, что помимо слабого non-farm pearls в пятницу был еще и макроэкономический позитив. Напоминаю, что уровень безработицы 4,7% и прирост заработных платов в 2,5%. Это хорошая статистика, указывающая на то, что в перспективе ближайшего квартала индекс потребительских цен, то есть инфляция в США, сможет неплохо прибавить и приблизиться к целевому показателю, параметру, значению, который находится на уровне в 2%. После этого внимание трейдеров переключилось на конференции и выступление руководителя ФРБ Бостона Розенгана. В частности, он отметил, что рынок труда уже достиг целевого значения, инфляция будет расти, но в принципе повторил наши с вами ожидания. Вчера выступил Денис Лохард, который также отметил, что трейдерам по-прежнему нужно настраиваться как минимум на 2 повышения процентной ставки до конца этого года. Ну и, конечно же, ключевым событием стало выступление Филадельфии Джанет Йеллен, которая говорила много и в целом мы услышали достаточно позитива. Этот позитив связан с тем, что Елен отметила то, что данные по рынку труда сейчас явно указывают на то, что сектор в целом восстанавливается. Джанет Йеллен отметила, что ФРС не нужно делать акцент на один единичный отчет, которому не стоит придавать значения, поскольку слабый нон-фарм-перлс в рамках прошлого месяца никак не нейтрализует опять же общий положительный тренд на рынке труда, который сложился за последние полгода. По версии и по мнению Джанет Йеллен сейчас макроэкономический позитив во много раз превосходит макроэкономический негатив, и поэтому пространство для решительности сохраняется, ФРС может принять решение о повышении ставки даже в ходе предстоящего заседания. Конечно же, прямым текстом она этого не сказала, но исходя из того, что мы услышали, сюрприз от ФРС может последовать. Тем более, что если вспомнить совсем давние заявления со стороны Джанет Йеллен, как раз повышение ставки должно быть максимально неожиданным для рынка. Думаю, что у нас в связи с этим есть все-таки шансы дождаться долгожданного события решения в рамках июньского заседания. Из других отчетов сегодня утром была опубликована ставка рефинансирования в Австралии. Она осталась на прежнем уровне 1,75%. Сейчас Резервный банк Австралии принял решение все-таки больше понаблюдать за инфляцией, последить за ее фактическим показателем и только после того, как появится свидетельство того, что, я думаю, она продолжает замедляться, тогда Резервный банк Австралии будет снижать ставку. Поэтому ралли, которое мы сейчас видим в рамках Австралии против доллара, можно использовать для более комфортных продаж, для тех, кто еще не присоединился короткой сделки. Потому что скоро выйдут сопроводительные заявления по поводу этого заседания, где мы услышим, что пространство для действия, оно еще сохраняется. Резервный банк Австралии пойдет на снижение процентной ставки, как пить, дать уже в рамках предстоящего квартала. Поэтому цель по австралийцу у нас остается неизменной, в частности, у нас по этой валютной паре значится уровень 0,70. К нему и стремимся. USDCAD 1,2811, цель 1,30, NZD USD, то есть новозеландский доллар против американца 0,6930, 0,65 наша цель. По USDCAD паритетное значение, австралийц против новозеландца сейчас котируется на отметке 1,0715. У нас цель 1,05. Из важных отчетов сегодняшнего дня стоит обратить внимание на данные по ОВП, уже 2 часа 10 минут остается до этого отчета. Ждем слабую цифру, статистику и давление на евро. В 23.30 это API запасы нефти. Ждем поддержки для нашей медвежьей идеи. И уже на завтрашней торговой сессии в 2.30 по московскому времени, то есть ночью, выйдут данные по ВВП Японии. В случае очередного провального релиза, вероятность того, что Банк Японии пойдет на дополнительные меры экономического стимулирования, серьезно вырастет. Кодовое слово на сегодня темп бонуса 16%. Чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, обменять это кодовое слово на бонус на пополнение. Не забывайте также, что весь видеоконтент доступен на нашем канале на YouTube. Заходите на него, подписывайтесь на самые свежие обновления. Ну и, разумеется, оставляйте ваши лайки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся уже завтра. Хорошей вам удачной, прибыльной торговой сессии и попутного тренда. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова